Дорогие зрители от канала Элла Рома, Даниэла здесь и уезжает завтра за Германию. Я здесь сегодня и мы пьем в кафе, в наш любимый бар, сидим и разговариваем, было очень хорошо, мы много прогулялись, были на море, много гуляли по Рим, вместе много говорили, темы обсуждали, различные темы. Я хочу сказать, что Даниэла, она очень необычный турист, потому что она приехала на 11 дней, это очень много, в основном к нам приезжают на 7 дней, это максимум. Но Даниэла, она необычна тем, что она не стремилась бегать по Риму и смотреть все достопримечательности. Она хотела наслаждаться жизнью, как это делают итальянцы, сидеть в баре, пить с примутых, свежевожитый сок, наблюдать за людьми. Она просто приехала отдыхать, а не бегать по достопримечательностям. Или по магазинам. Я просто хотела сидеть и чувствовать себя как римлянка, что здесь живу, и что чувствую, как живут люди, и наслаждаюсь на этого всего, что здесь происходит, дерево, архитектура. И первые впечатления были, но первые впечатления, что сказать, я другой или третий раз в Рим не вспомню, но первые впечатления, эта улица очень приятная, потому что эта самая центральная часть городи, аристократическая часть городи, в которой находятся в каждой город такая аристократическая часть, и сгради такие прекрасные, большие архитектуры, публика хорошая, чувствуются другой запах, когда публика очень хорошая, очень стильная, ресторанты, бары такие классные, из-под дерева, но мы сделали прогулкой в метро, могу сказать, большая разлика. Это самое хужее метро, которое увидела в Европе. Я слышала от моего сына, который был в Санкт-Петербург, Москва, что там прекрасное метро, а здесь такая грязь, что не могу сказать, а кроме того, эта публика, мы думаем, итальянцы элегантны, публика, которая находилась в метро, была необычайно бедная. Здесь очень бедные людей в метро увидела, а в центр города каждый элегантный, каждый пахнет. Этот Рим, этот город с многими лицами, с многими лицами, здесь много лет. Если человек хочет здесь жить хорошо, нужно иметь деньги, а деньги иметь не так легко, мы все знаем. Хочу сказать, что я здесь похудела. Никто не бы верил, что в Италии я вообще не могла ничего кушать, была голодной целое время, не могла ничего найти за себя, потому что спагетти не мое и не такие, как в Германии. В Германии много мяса, спагетти, а здесь там такие непонятные за меня еда и маленькие порции. Всего-всего это очень маленькие порции. Я похудела, потому что я из Болгарии, мы кушаем как турков, как югославцев, как мы балканцы, а я увидела и русская кухня, она очень пищная, у вас такие хорошие борщи, котлетки, яда и различные салаты, торти большие. Я присутствовала на рождение дни с русских и кушала и кушала. И в Франкфурте продается русские торти. И вообще, меня русская кухня очень нравится, а здесь, совсем так, совсем странно, нет супа, супи, нет супа, просто проблем, просто проблем. У меня началось, началось так, въобще ничего не хочется кушать. И мы села постоянно пили такие плодовые, фрухтовые, плодовые соки. Да, свежевыщие соки. Свежевыщие соки. И мы начинали обед, уютро обед, вечером пить соки и мы начинали ходить, потому что соки дают тоже ситас. Между прочим, Рим, город-музей. Рим нужно посетиться. От каждого человека, который имеет маленькие возможности и потувать, не ходить там и там, пойти в Рим и увидеть музей старинности. Рим тоже, как Париж. Рим пишет, что в Риме не хватает зелени. А это улица полная? Это полная, это улица полная с дерева, с такие красивые дерева. И в Рим очень много дерева. Я не знаю, почему так говорит, в Франкфурте меньше. В Германии разница между Рим и Франкфурт есть такая, что в Германии все квалитет. Там, значит, германцы не такие модерны, что последняя мода. Мода приезжает всегда два лет потом. Или так поздно, два лет поздно, или один лет поздно. Но квалитет перфектный. Что в Германии можешь очень хорошо и скромно, и квалитетно одеться. Здесь очень дешевле, очень дешевле ботики, марки, фирмы. А где находятся эти эфтины, там эти магазинчики, в которые обыкновенные люди покупают, я вообще не знаю. Я вижу здесь индийцы по улице, которые продают неквалитетные вещи. Там у нас в Болгарии есть такие базары, но там болгарские продукты очень хорошие. А здесь не могу понять, но разница в этом, что в Германии... Хорошие магазины недорогие. Хорошие магазины недорогие, закушат очень большой квалитет. Здесь думаю, что некоторые продукты дешевле, потому что Италия имеет помидорки такие хорошие. Там вообще, как называется, тиквицы, бакалджаны и все. У них собственная продукция и пахнет хорошая. Хорошие салами нет. Но в Германии есть все квалитетно. Я думаю, что еще в Германии самое дешевле в целая Европа покупат за кушат. У нас в Германии есть еще разница. Рим, вечный город. День и ночи можешь выходить, купить, гулять, проходить там с друзья, встретиться. Я думаю, перед пандемией еще выше чем сейчас. А Франкфурт 6 часов, 20 часов, 22 часов максимум все закрыто. Каждый сидит дома, спустили желузи там, спустили там желузи и ничего не видишь. Германцы сидят и смотрят телевизион. Такой начин жизни. Молодые в суббота, в воскресенье гуляют. Это большая разница. В Германии всегда тихо, тихо, тихо. А еще очень интересно. В Италии они говорят, что итальянцы обслуживают так перфектно, такие перфектные келнеры. Не, это большая разница. Они так торчат там быстро, быстро, быстро. Да, сеньора, сеньора, да, да, и не слышат, что ты их хочешь поручить. Потому сидят в талерке, талерке, не того, что поручил. И они вертятся, крутятся сами около себя и кричат, и кричат, а нет столько много клиентов. И так быстро, все быстро и быстро и быстро. Только, да, да, сеньора, да, да. И не слышат. Потом ты выходишь и не имеешь того, что ты поручил. Или нужно два раза. Вообще, это не знаю, они делают такой театр. Я покупила сапоги, тоже делаются сапоги. Оставляют там, ты не можешь себе надеять сапоги. Я немножко имею килограммы, не представляют, не помогают, торчат. Зовут кто там другого, что тебя переведет. Это и другой не знают тоже английский, не знают никакой язык. Вообще, они делают театр. Итальянцы всегда делают театр. А если придешь в магазинчик, где ты один, он не обращает тебе внимания. Он смотрит, что ты нет клиента. Он не знает, сколько ты имеешь чемодан. Они, как говорят, что обслуживают хорошо, неправда. В Германии поставляют тебя, и спрошут, и принесут, и отнесут, и так, и так. Проверим, проверим. Я приеду в Франкфурт. Я проверю. И сделаю себе видео отличия Франкфурта. Да. Да, да, будешь увидеть. Это действительно будет очень интересно. В Рим всегда солнце. В Рим можешь сюда посадиться из-под дерева и покушать. И мороженое поезд. Мороженое на каждый метр. Такие натуралные соки. И ест сюда. И вообще в Рим чувствуется, когда человек между людей и ест, непрестанно людей, человек не чувствуется одинок. Большие города, в которых люди много гуляют, много солнца, человек не чувствуется одинок. А все равно это римская атмосфера. Это как магия. Это просто Рим одна магия. Бар Греко, который исторический бар, феноменалния там фотографии от известни художники, картини от известни художники. Тоже там фотографии. Бар в центре Рима. Меня очень впечатлила атмосфера, потому что типична е римская атмосфера, типичен е римский бар. И не может каждый приступить там. Цены очень высокие. Не каждый хочет посидеть и покушать, и погулять. И этот бар, который был на площади? Мы были тоже в Бейбингтон бар. Там еще изумительная публика. Изумительные цели. Но цены были потрясающие. Цены были потрясающие. Я думаю, что мы в Франкфурте имеем такая одна улица, которая называется Фресгаси. И там гуляют все богатые. Один страна, другая сторона, что они видят. Что они люди видят и кушают, и пьют. Я думаю, что этот барчик тоже такой, что там нужно будет увиден. И нужно там посидеть. Но один раз в жизни или два раза человек может позволить себя и этого. Это тоже. Но я думаю, что римские граждане, которые имеют возможности, они всегда ходят там. В Рим большой приоритет. Это очень хорошо. Кто живет в Рим, может за 1,50 евро пойти на море с метро. Это почти невероятно. Но это так. Только в Греции, в Тесалонике увидела, что может с целой крепрежье проходить 20-30 километра за 1,50 евро. В Рим тоже. От Рим пойти с ойро и 50 на море. И так человек может и без много денег сделать курорт. В каждом случае, когда человек был один раз в Рим, он возвращается, думаю, всегда. И это потому, что Италия. Рим нет Италии и Италия нет Рима. Дорогие друзья от Ева Рома, я хочу сказать, что еще не поехала, но уже вместе я возвращаюсь в Рим. Потому что, я сказала, Рим имеет такое обаяние, которое неповторимо. Рим. 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 Рим.